Всем большой-большой привет, наши дорогие друзья и подписчики. С вами Татьяна и канал Семья на море. Сегодня мы совершим с вами прогулку от Центрального железнодорожного вокзала к набережной Сочи по прекрасной пешеходной аллее. Ну что, вы с нами? Многие приезжающие на курорт начинают свое знакомство с Сочи именно с этого места. За моей спиной находится Центральный железнодорожный вокзал. По левую руку отель известной мировой сети Park Inn, а прямо передо мной находится Макдональдс. Ну и когда вы приезжаете в Сочи, вы попадаете в город, утопающий от зелени тропических растений. Посмотрите, какие красивые пальмы! Вот именно с этого места начинается знаменитая пешеходная улица Новогинская. Здесь любят проводить время как многочисленные туристы, так и местные жители города. Это самый центр Сочи, и здесь сосредоточено очень много административных и офисных зданий, в том числе администрация города Сочи, и также здесь есть торговая галерея. Ну а если вы хотите узнать больше о городе Сочи, посетить какие-то интересные места, вам поможет вот такая вот будка, в которой сидит женщина, и она вам расскажет, какие есть экскурсии, и что было бы интересно посетить. Мы здесь бываем очень редко, но когда приезжаем сюда на прогулку, наслаждаемся этим местом, зеленью и атмосферой. Вот именно с этого места начинается велодорожка, по которой можно прокатиться на велосипеде, дети катаются на самокатах, ну и взрослые тоже. А еще, смотрите, здесь рядышком находится такая локация. Здесь любят все фотографироваться, и получаются очень прикольные фотки. Пойдемте испробуем! Вот такие фотографии могут у вас получиться. Такое дерево, все в ангелочках, в цветочках. И фотографии тоже будут получаться шикарные. Еще хочу отдельно отметить красоту клуб. Они в отличном состоянии зимой и летом. Сейчас цветут тюльпаны. Как только цветут тюльпаны, здесь посадят какие-нибудь другие цветы, и круглый год здесь красота. Смотрите, какое интересное растение. Похоже на листву, как у туи, но это какая-то другая ее разновидность. И ее, естественно, так красиво шариками подстригают. Необычная очень. Ну и, конечно же, ни одна пешеходная аллея не может обойтись без многочисленных ресторанов или кафе, которых здесь очень много. К примеру, за моей спиной семейный итальянский ресторан и бургерная. Вот так вот приглашают покушать вафельки. А еще мимо такого педвина не пройдешь, он тоже заманивает всех деток кушать вкусное мороженое. А здесь расположился вот такой атмосферный ресторанчик. Здесь приятно посидеть, понаблюдать за природой и выпить чашечку кофе. Смотрите, какая широкая улица, поделенная на две части, на две пешеходные дорожки, а посредине аллея из пальм. А еще здесь много магазинчиков, бутиков и кафешек. С одной стороны от аллеи находятся жилые дома, в которых тоже продается недвижимость. Но по нашей оценке цена за квадратный метр будет стоить около 150 тысяч рублей, ну, может даже выше. Ну, а если вы хотите покататься на велосипедах или детей прокатить на машинках, это очень легко сделать, взять их в аренду. А мы идем дальше. Город активно приводит к летнему сезону. В данный момент стригут пальмы. Посмотрите, сколько много сухой листвы. И теперь какие они красивые. С помощью таких маленьких машинок подстригают эти пальмы. Они такие компактные. Ну и, конечно же, травка. Травка зеленая, она должна быть красивая и постриженная. Посмотрите, их тоже стригут. Ну и прямо сейчас акция сочинских активистов против табака. Напомню, Сочи город против курения. Ну вот мы подошли к администрации города, а рядом расположен Сочинский государственный университет. Также здесь огромная площадка, где очень любят кататься детки, наши в том числе. И еще здесь обычно работает фонтан. Но сейчас почему-то он выключен, может быть, потому что прохладно или еще не включили его в этом сезоне. Ну и, конечно же, знаменитые олимпийские кольца, возле которых любят фотографироваться все туристы и не только туристы. А здесь расположена такая скульптура сочинскому учителю. Уроки ваши мыслить заставляют дерзать творить и верить в чудеса. Ручки, смотрите, все и строгали детки, наверное. Они прям такие золотые. Вот такие вот инсталляции здесь стоят. Привлекают внимание деток. Ну и, конечно же, фотографии. Еще хочу отметить, здесь очень много лавочек и мест, где можно посидеть, отдохнуть. И это все находится среди деревьев. Особенно летом здесь приятно отдохнуть в тени. И еще большой-большой плюс для родителей, у кого есть детки, это детская площадка. Такая современная, с хорошим напольным покрытием. И тоже находится в тени. Рядом много деревьев. И летом здесь тоже приятно находиться. Не жарко, можно здесь спрятаться. Посмотрите, какая огромная. Просто, я не знаю, сколько ей лет. Это колонхое. Похоже на алоэ, но это колонхое. Обратите внимание на свежеподстреженный зеленый газончик. Хоть сегодня и пасмурно, и нету солнышка, но все равно все вокруг играет какой-то яркостью. И, кстати, очень много поет птичек. Но вот такая получилась у нас с вами прогулка по улице Новогинская. Если вы приезжаете в Сочи, обязательно советую посетить вам эту аллею, прогуляться по ней и насладиться ее красотой. Ну, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на наши социальные сети Instagram и ВКонтакте. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»